В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В развилке открыли мемориальную доску кавалерам Ордена Мужества Алексея Кузнечикову и Максиму Венедиктову. Это наши герои, которые, несмотря ни на что, выполняли свой воинский долг. Глава муниципалитета Станислав Катаров поздравил с Днем Победы ветерана Евгению Белоногову. Спокойствие в стране самое главное. На стадионе «Металлург» прошел финальный матч Кубка России по мотоболу. Колыбель мотобола все-таки видна. В нашем округе существует традиция поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Не стал исключением и этот май. В преддверии Дня Победы глава Ленинского городского округа Станислав Катаров навестил ветерана Евгению Белоногову. Евгения Владимировна Белоногова хорошо выглядит, самостоятельно передвигается по дому. Сложно поверить, что в январе ей исполнилось 100 лет. Приехал поздравить вас с наступающим праздником, пожелать всего самого доброго. Знаю, что в январе исполнилось 100 лет. Большой, хороший, красивый юбилей. Подарки от губернатора и администрации нашего округа вручил лично глава Станислав Катаров. Плед, продуктовая корзина и цветы как небольшой знак внимания. Он поблагодарил Евгению Владимировну за ее подвиги и пожелал ветерану крепкого здоровья и внимания близких и родных. Желаю здоровья. Знаю, что много внуков, много правнуков у вас. Спасибо за все. В 1941 году после окончания школы молодой девушкой она ушла на фронт. Сначала была водителем полуторки, а позже переведена на должность телефонистки. Я попала в полк связи, армейский полк, 137-й полк связи. И вот всю войну работала на связи. Встреча прошла в теплой обстановке. Евгения Владимировна поделилась некоторыми воспоминаниями и историями из своей жизни. Только в октябре 1945-го она была демобилизована под Веной. Всю Европу прошагали, так вот и я. Евгения Владимировна призналась, что много отдыхать не любит. Поэтому по мере своих сил старается что-то делать и даже в таком почтенном возрасте вяжет крючком. Ничего не делать я не могу и начало ведать. Она пообещала научить этому делу заместитель главы Ленинского городского округа Татьяну Квасникову, которая уже не первый раз навещает ветерана. Катерть сама, посмотрите. Вот такая рукодельница. Евгения Владимировна воспитала троих детей – двух сыновей и дочь. На данный момент у неё 11 внуков и пять правнуков. Пользуясь случаем, ветеран передала пожелания молодёжи. Мира уж это обязательно. Мира, спокойствие в стране самое главное. И чтобы любить свою страну. День Победы – один из самых важных праздников для нашей страны. А ветераны – люди, заслужившие уважения и внимания молодого поколения. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева. Видное ТВ. В развилке прошло торжественное открытие мемориальной доски кавалерам Ордена Мужества Алексея Кузнечикову и Максиму Венедиктову. Памятная доска установлена на фасаде шестого дома. Здесь прошёл митинг в честь героически погибших воинов при выполнении боевых задач в ходе СВО. В мероприятии приняли участие родные и близкие военнослужащих, представители администрации и Совета депутатов округа. Это наши герои, которые, несмотря ни на что, выполняли свой воинский долг и выполнили его с честью, мужеством и достоинством. Поэтому все мы должны о них помнить. И вот эта мемориальная доска пусть будет лишь тем малым, что будет напоминать нашим жителям о их подвиге. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Никакие слова не утешат души родных и близких. Но мы всегда будем помнить наших воинов, вспоминать их добрыми словами. Безмерно будем гордиться ими, потому что они наши герои. Также глава Ленинского городского округа Санислав Катаров вручил медали святой равноапостольной княгине Ольге, матери Алексея Кузнечикова, Екатерине Евгеньевне и вдове Максима Бенедиктова, Екатерине Лагуновой. В образовательном центре «Успех» открыли парту героев в честь Алексея Серова, который погиб при исполнении воинского долга в специальной военной операции. Подробнее расскажет Юлия Стаферова. В рамках федерального партийного проекта «Единая Россия. Новая школа» в общеобразовательных учреждениях Ленинского городского округа открывают памятные парты героям, посвященные участникам боевых действий, которые погибли в зоне специальной военной операции. Наша задача здесь, чтобы о них осталась долгая память, чтобы наши дети, которые учат школы, воспитывались в формате патриотизма, чтобы наши дети могли равняться на тех, кто действительно достойен уважения. Таких пар героев в муниципалитете уже восемь. Еще одну открыли в образовательном центре «Успех». Она посвящена старшине российской армии Алексею Серову, который погиб 2 мая 2023 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО. Он посмертно награжден Орденом Мужества. На мероприятии присутствовала его семья, а также настоятель Спасского храма и представитель администрации. Спасибо, что помните. Последние слова. Мой зубок сказал, что он будет родиться там до долга, что он может для наших детей всех мирного неба, тишины. Он был патриотом своей страны. А память о погибших – долг каждого живущего. За каждой партой героя стоит судьба человека и личный пример мужества и героизма, на который у нас наравняться молодежь. У Алексея Серова пятеро детей. Младшая дочь Милана с 1 сентября этого года пойдет в первый класс в этот образовательный центр. Парта, посвященная ее отцу, будет стоять в отделении начальной школы. Мы решили, что будет, наверное, достаточно символично, если мы откроем парту героя, которая будет посвящена настоящему герою, защитнику, человеку, который поступил очень благородно. Настоящие герои в минуту опасности идут честно исполнять свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти. Подвиг – это не просто смелость и героизм. Это великий труд, жизненная позиция и огромная любовь к родине. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Там же, в образовательном центре «Успех» прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Победы. В концерты принимали участие учащиеся и сотрудники образовательного учреждения. Также здесь провели акцию «Дорога памяти», в рамках которой было представлено лоскутное полотно длиной 55 метров. Было сшито единое полотно из платочков. На каждом платочке было вышито, либо написано, либо нарисовано имя героя, либо погибшего в годы Великой Отечественной войны, либо пропавшего без вести, либо вернувшегося. Лоскуты были окрашены в разные цвета. Белый обозначал пропавшего без вести солдата, синий – вернувшегося с войны, а красный – погибшего воина. Учащиеся образовательного центра с энтузиазмом откликнулись на идею проведения акции и достойно несли вахту памяти. В муниципалитете прошел финальный матч Кубка России по мотоболу. Команда «Металлург» из Видного сразилась с Краснодарским агрокомплексом. Вместе с ликующими трибунами за игрой следила Инга Инчук. На мотобольном поле стадиона «Металлург», несмотря на холодную погоду, было по-настоящему жарко. Игра «Видновской» команды с агрокомплексом в финальном матче розыгрыша Кубка России с первых минут держала болельщиков в напряжении. Третья минута матча, пенальти и счет становится 1-0 в пользу «Металлурга». Распечатал ворота соперника Анатолий Касьянов, воспитанник клуба «Агрокомплекс», который уже восьмой год отстаивает честь видновской команды. Все прекрасно, игра идет хорошо, как и запланировали. Перед игрой тренер нам давал установку, мы ее потихоньку выполняем. Некоторые моменты немножко не получаются, но сейчас доработаем и будет все хорошо. Несмотря на все попытки агрокомплекса забить гол ворота «Металлурга», их останавливала ловкость вратаря, который дважды преградил путь мячу противника. Во втором периоде игры видновский клуб забил второй гол ворота «Агрокомплекса». «Металлурга» вообще готовится ко всем соревнованиям серьезно. Мы начали с января месяца по две тренировки каждый день. На табло вроде пока нормально, 2-0, поэтому складывается, по крайней мере, сейчас, складывается удача. Во второй половине матча инициатива перешла к агрокомплексу. На третьей минуте вести игру начал Краснодарский клуб, изменив счет на 2-1. Эмоции накалялись, конец третьего периода, пенальти и хозяева поля забивают очередной гол гостям. Как вам игра? Сегодня отличная игра, как раз подобающая финалу, когда две команды примерно на одинакового уровня. Поэтому счет на табло 2-1. Очень интересно. За кого болеете? За «Металлурга», конечно. «Металлургу» победы только. Только победы, надеюсь, надеюсь, ну даже уверен, что победа наша будет. Очень интересная игра, напряженная. Ну, думаем, что на что выиграть. Наши победят все равно. Как вам игра? Игра отлично, просто только погода неудачная, холодно, снег, но нам это не помеха. Мы болеем за наш «Металлург», и он победит. На девятой минуте четвертого периода команда из Краснодарского края забила гол в ворота «Металлурга». Таким образом, счет стал 3-2. От ничьих Виновский клуб спас капитан команды Иван Крештопа, отправивший решающий мяч в ворота соперника. «Металлург» одержал победу над «Агрокомплексом». Игра складывать сложно, потому что сегодня снег и дождь, мокрая погода, тяжело было. Ну, мы справились. В 31-й раз мотобольная команда «Металлург» поднимает над головой Кубок России. Болельщики ликуют, игроков поздравляют с победой. Тренер горд грамотно рассчитанной тактикой. Блестяще получился финал, непростой. Я думаю, зрители все довольны, потому что была соревновательность, непонятно было до конца, кто выиграет. Хотя счет 4-2, но «Агрокомплекс» давил. Молодцы ребята сражались до конца. Ну и наши сделали свое дело. Все, что мы готовили, все, что тренировали, воплотили в победу. Чемпионов поздравила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова. Ребята, мы гордимся нашими спортсменами. И, конечно, мы бесконечно благодарны всем, кто в течение вот этих вот дней был у нас в гостях. Мы ждем вас, дорогие друзья, потому что я уж не знаю, обидятся ли на меня другие города, но колыбель, мотобола все-таки видная. Клуб «Металлург» снова показал мастерство и профессионализм игроков. Поздравляем команду с новой победой и желаем успеха в чемпионате России. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. А сейчас рубрика «Афиши». Мы расскажем вам о том, как можно провести праздничные выходные дни. 9 мая в 12.00 на площади у кинотеатра «Искра» состоится концерт «От победы к победе». Приглашаются все желающие. 11 мая на стадионе «Металлург» в 18 часов пройдет очередной матч чемпионата Московской области по футболу. В шестом туре встретятся «Металлург» «Видное» и «Раменский Сатурн». Болеем за наших. Дворец культуры «Видное» 12 мая в 15.00 приглашает на вечер двух спектаклей. Свои постановки представят театр «Студия Маска» и детский театр «Ключ». А в 16.00 в этот же день, в воскресенье, во дворце культуры «Видное» программа для людей золотого возраста «Этот мир придуман не нами». Вход свободный. Проведите свои выходные интересно и с пользой. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...